здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и я сегодня все-таки добралась до ваших данных и решила сделать некоторые разборы какие у меня получатся но в первую очередь я хочу всех поблагодарить за доверие за то что вы прислали мне свои данные я понимаю что это довольно серьезный шаг спасибо вам огромное кроме того хочу сказать что каждый вот каждое письмо которое я открывала она заслуживала внимания особенно когда вы писали какие-то сопроводительные сообщения да и там просто ну мне хотелось в это окунуться разобраться в ситуации и с некоторыми это получилось с некоторыми ну кто просто прислал данные там тоже картина вырисовывалась довольно интересная вообще с каждым вот в каждое письмо в которое я заглядывала там было все очень интересно и показательно и поэтому ну давайте не будем откладывать в долгий ящик и займемся на первый взгляд самым простым случаем одним из самых простых вот в данном сегодняшнем разборе это вот виктория мне прислала письмо и здесь конечно же тут достаточно в принципе и по нумерологии было разобраться и вообще сейчас я вам просто объясню что ну вот из себя представляют вот эти все способы которыми я пользуюсь я на консультации беру образец почерка беру данные сначала составляю нумерологию формулу души и натальную карту если это необходимо вот это по степени глубины вернее почерк это то что вот здесь и сейчас я анализирую делаю такой вот анализ личности на сегодняшний момент почерк я не не стала брать у вас просто сейчас разбор именно пар будет и для этого мне ну вот верхний слой это нумерология да и в верхнем слое мы можем сразу определить совместимость или нет ну то есть вот такие поверхностные вещи да если копнуть глубже мы будем копать сегодня глубже в этот натальную карту там уже можно разобраться что нужно как себя преподнести своему партнеру чтобы он ну что называется залип да и вообще в принципе вот эту кармичные насколько эти отношения они ну мы не встречаем ненужных людей это понятно но насколько нам нужно пройти именно урок с этим человеком да или этот человек нам дан не для урока а для того чтобы мы получали удовольствие так вот на на поверхностном уровне ну такие самые простые примеры мы будем сейчас разбирать вот перед вами сейчас ну вот то что можно решить с помощью нумерологии то что можно увидеть с помощью нумерологии безусловно этот случай если копнуть глубже в натальной карте можно там много много чего накопать но вот по поверхности давайте пройдемся смотрите вот виктория да и и девичья фамилия так называемая базовая комплектация но кто у меня на нумерологии учится те знают это словосочетание базовая комплектация это вот как машина сошла с конвейера да и вот какая она на самом деле это mercedes или жигули или какая-то еще марка то есть вот то что изначально было собрано на заводе и пошло в мир а дальше уже новый хозяин берет и в принципе он может из запорожца сделать какой-то я не знаю крейсер да либо наоборот из мерседеса может не ухаживать за ним и получится машина по характеристикам хуже запорожца поэтому здесь как бы ну вот вот это вот уже дальше мы смотрим но базовая комплектация с чем человек пришел в мир да и мы видим что самый главный показатель у нее мастер число самый главный ну как они они все эти цифры они главные да каждая из них что-то обозначает и если я не знаю насколько глубоко нужно это все объяснять сейчас ведь большинство из вас уже учились у меня на нумерологии если еще нет то вот под видео будет ссылочка на совместимость курс всего 990 рублей там два урока но вы просто поймете вот как некоторые термины которые я сейчас не буду на это тратить времени жизненный путь как вы знаете это дорога на которую человек был поставлен в момент рождения это сумма цифр из которых состоит дата рождения и вот здесь у нас мастер число вы знаете что такое мастер число это сверхспособности 11 это меньше из мастер чисел их три всего 11 22 и 33 и вот даже вот с этим меньшим уже человек на ступень выше чем остальные можно сказать вот те кто просто пришел поучиться да и вот 11 это уже человек с неординарными способностями с экстрасенсорными способностями если проще говорить но на самом деле конечно же все это объяснимо это просто хороший жизненный опыт который человек накопил а ну можно сказать в прошлых воплощениях можно сказать там кармические как-то ну во что вы верите вот наложите пожалуйста на то что я сказала да то есть человек с мудрой душой пришел в этот мир и все он воспринимает через призму но можно сказать ему дали сразу очки через которые сразу все видно да и человек понимает жизнь и получается что все люди которые к нему приходят в жизнь они как он он видит в них какую-то божью искру и принимает их в свою жизнь вот виктория в данном случае благодаря своему мастер числу избавилась от кармических историй то есть она пришла с двумя кармическими историями экспрессия 13 это у нас трудоголизм причем экспрессия это же набор инструментов да с помощью которых мы снабжаем этот мир покоряем да то есть можно сказать что благодаря отношениям с этим человеком который пришел в ее жизнь до александр так вот благодаря тому что она его встретила ей больше не надо быть трудоголиком она может быть человеком в социуме но она может идти в социум и дарить себя людям да она может быть альтруистом теперь уже ей не надо думать о хлебе насущном об этом подумает ее муж да и получается она избавилась от этой задачи до которая видимо в прошлой жизни она была немножко ленива да и ей дали такое задание немножко поработать побольше да и значит еще одна цифра которая но это уже имиджевая такая штука но тем не менее все равно кармическая история про 19 это про самостоятельность самодостаточность которые тоже в общем то у нас у женщин чаще всего это проявляется как я и лошадь я и бык я и баба и мужик но либо наоборот в другую сторону нас заносит и мы остановимся инфантильными девочками да то есть вот этой кармической истории тоже не надо да получается вот как бы легче становится да благодаря тому что она встретила этого человека на но смотрите на момент встречи у нее не зажглось не зажглось на него особо но как бы да приятный да интересный но как бы нет вот такой искры да а он на самом деле когда ее встретил то ну вот на вне по внешности может он даже и не разглядел бы если бы не начал общаться когда начал общаться смотрите у нее число реализации шестерочка которая совпадает с душевным побуждением его то есть он увидел ему нужна такая хитруля манипулятор ша немножко он кстати сам такой она такая организатор ша и начав общаться с ней он увидел что в глубине то она действительно шестерочка даже число реализации то есть а кстати реализация это может быть и профессия может быть вот по профессии он ее увидел да и ну и захотел эту женщину да то есть получается что с его стороны включилась искра и отношения пошли да а она как обладатель мастер числа и кстати мастер число это же возможность любую цифру подыграть до почувствовать если ты встречаешь партнера и ему нужна вибрация шестерки вот человек с мастер числом быстренько включит в себе нужную вот эту струночку да и будет подыгрывать этому ожиданию партнера но получается что встретившись он увидел в ней в глубине эту шестерочку и она видимо еще немножко подыграла видимо неплохой партнер да тем более здесь у нас вот это 13 она их сблизила до партнеры должны быть похожи чтобы понимать друг друга и быть немного разными чтобы любить друг друга да то есть встретились я думаю ну они оба трудоголики да вот на момент встречи они оба были трудоголиками но потом когда отношения стали развиваться вот этот трудоголизм перешел полностью на плечи мужчины и это нормально в общем да и получается а ему это еще более нормально это его жизнь понимаете вот этот человек он не уйдет от того что в прошлой жизни он явно был довольно ленивым и в этой жизни ему приходится много работать и поэтому он встретил викторию до виктория переложила на него вот эти вещи и дальше смотрим получается когда она взяла фамилию своего супруга здесь уже пошла другая история то есть она избавилась вот от этих двух кармических но приобрела другую кармическую 16 но обратите внимание ведь у него семерочка 16 это складывается в семерочку до семерочка это копание вглубь это глубокий такой специалист в чем-то птичка мозгоклюйка в какой-то степени но когда эта семерка это в принципе нормально воспринимается да особенно еще с 13 он такой очень сосредоточенный человек на каком-то своем деле вообще показатели для мужчины идеальные просто ну вот она встретила идеального мужчину а у нее ну вот когда берем другую фамилию вибрация другая ожидание от партнера другое то есть ей нужен такой дотошный такой вот прям очень глубокий человек и вот пожалуйста александр как раз такой она здесь может быть и немножечко бы не помешало немножко знаете трагедии в этом потому что кармическая цифра она иногда требует как раз небольшой трагедии по отношениям но с другой стороны видимо она умеет это все сглаживать и я надеюсь что у них все хорошо в общем получается что когда они сблизились у виктории включилась это самая искра то есть изначально она но в какой-то степени может быть подыгрывала да но нет не подыгрывала потому что она является тем что ожидает от нее партнер но вот у нее не включилась вот до такой степени как включилась когда они оформили отношения но вот значит по нумерологии тут в принципе достаточно поэтому не буду останавливаться на этом варианте идем дальше следующие варианты у нас будут намного интерес не интереснее они все интересны но вот намного больше поучительного будет в примерах следующий пример у нас лилия а значит первая ее фамилия борщевская а вот сейчас чтобы как бы нам тут очень много окон я пооткрывала надеюсь вы видите значит смотрите вот ее девичья базовая комплектация и здесь мы видим экспрессия 19 до жизненный путь пятерочка значит что на тут я имею наверное лучше зачитать письмо которое прислала лилия я прошу прощения лилия что я вот такую личную переписку но она имеет прямое отношение к нашему разбору да значит меня зовут лилия случилось такое удивительное совпадение что я всерьез задумалась подходим ли мы с мужем друг другу и стоит ли спасать наши разваливающиеся отношения и сразу же наткнулась на ваш канал посмотрела видео где вы приглашаете принять участие в разборе возможно вы захотите помочь мне все эти скандалы с мужем видят наши дети сил нет так жить ну и что мы здесь видим в общем то смотрите вот у лилии были был предыдущий брак значит вот ее базовая комплектация да мы ее немножко в сторону убираем так как бы мне так чтобы не закрывать часа себя передвину значит первые отношения что тут но в общем то получается я относительно смены фамилии просто я не буду глубоко здесь в нумерологию внедряться в предыдущие отношения получается в предыдущих отношениях лилия нашла как это это были грабли грабли для нее потому что вместо одной кармической цифры у нее образовалась две кармические цифры мужчина был тоже не подарок а ну получается он и тоже две кармические цифры вот они несли несли это бремя и видимо расстались следующий мужчина который пришел в ее жизнь так значит вот алексей да надеюсь да все видно вроде бы все нормально и что мы здесь видим видим что алексей когда пришел в ее жизнь своей фамилией убрал у нее кармические вообще все задачи да но и и даже вот обратите внимание что что даже у нее появилась мастер число то есть получается что у человека вот у лично у лилии да у нее возможности очень сильно возросли она отбросила два тормоза и добавила себе крылья да но ведь все так просто не бывает да и получив такой подарок от судьбы мы получаем еще и какую-то нагрузку то есть получается она получила бонусом плюс 3 да и вот пожалуйста минус 3 в виде этого человека до который с ней рядом минус 3 это три кармические цифры у него на борту что называется да получается что человек очень очень сложный вот просто пипец какой сложный целых три цифры из пяти кармические я не буду внедряться вот вы сами кто уже учатся кто не вы не учатся присоединяйтесь да к нумерологии она называется совместимость под этим видео но вы смотрите я даже не буду по нумерологии здесь очень сильно копать потому что тут по каждой этой цифре можно рассказывать да много но обратите внимание сейчас вот здесь вот как раз тот случай когда имеет смысл заглянуть глубже да то есть вот эти все кармические его цифры они ужасно я я представляю как это сложно в быту да ну вот смотрите как это все выглядит по планетам получается что ну во первых луна с венера значит в соединении с черной луной получается что у него вот это вот понятие любви это такая штука которая очень сильно подвержена каким-то искушением да вот он всегда на на грани он всегда на каком-то ну вот ему нужно какие-то сложности создавать чтобы доблестно их преодолевать в общем это человек как правило очень сложно выстраивающие отношения кстати вот у меня конфигурация точно такая же вот у меня и соединение с венерой и оппозиция с луной то есть ему приходится выбирать либо семья либо любовь вот вот на и получается вот эта оппозиция да ну очень сложно дальше что еще у него сложно сейчас так 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 но и смотрите венера у него в овне да вот эта конфигурация тоже но не буду я я вот именно что касается отношений вот у него в отношениях все всегда будет сложно и тут у нас нумерологии сейчас секундочку естественно в нумерологии есть 16 до 16 и 19 это непонятно ну вот это самостоятельностью проблемы и трудоголизм непонятно то есть вообще очень сложный человек но вот это как раз и очень сильно бьет по отношениям а дальше смотрите вот у него венера в овне ему нужна активная жизнь он влюбиться вот он встрет встречая активных женщин он в них влюбляется вот это вот такой пунктик у него но смотрите он для таких активных женщин у него луна в скорпионе он но скажем так здесь здесь даже не проблема с активными женщинами луна в скорпионе это знаете такой ему нужна такая знаете такое расстояние при общении с женщиной до чтобы ему какой-то луна это про то как мы отдыхаем как мы перри загружаемся как мы получаем свой ресурс так вот ему для того чтобы получать свой ресурс надо быть в отношениях но на расстоянии на дистанции чтобы женщина уходила давка создавала какую-то загадку чтобы он ее разгадывал он сам как с такой загадочный джо неуловимый до который нафиг кому нужен извините за такое вот сравнение нет ни в коем случае я никого не хочу оскорблять это вот давайте лучше сравню с графом монте-кристо который вот прям в удалении до любил на расстоянии такую неприступную королевишну но вот и вот такое что-то ему нужно да и когда он вступает в близкие отношения он теряется он у него нет этого возможности для маневра и у него нет возможности расправить крылья до чтобы полетать немножко и самое такое плачевное что он сам по себе вот у него марс в рыбах понимаете марс в рыбах это он такой сам по себе очень обидчивый ранимый не очень мужские качества да согласитесь получается ищет активную сам по себе довольно пассивный до обидчивый ранимый так далее и ну вот здесь получается что роли надо менять до менять и соответственно ну вот как так мужчине как хотелось бы может быть быть главным да и в отношениях вот она синастре этих людей до в отношениях получается ее юпитер как раз соединяется вот с этим с этой конфигурации то есть получается что она готова отдавать пальму первенство получается что ее юпитер соединяется с лилит и то что вот это соединение планеты с лилит говорит о том что эти отношения действительно не просто так они встретились не просто так они встретились для того чтобы пройти какой-то урок какой вот по этому соединению я могу сказать что вот ей надо разобраться вот в вопросах как она она получается что отдает весь свой успех ему до считает его авторитетом но ничего не получает взамен и вот это видимо такой должок из прошлой жизни который она отдает да и конечно ее это раздражает конечно ей это не нравится то есть она как бы изначально может увидела в нем какие-то мужские качества когда стала рассматривать поняла что эти мужские качества очень смазаны марс у него ну не очень как марсу очень тяжело в рыбах это не дружественное место это то место где марсу невозможно расправить крылья да и и в отношениях ему не рад невозможно то есть он сам по себе очень сильно зажат во всех обстоятельствах которые у него в жизни складываются дальше ее солнце но но при всем при этом да вот при всех этих негативных вещах обратите внимание вот все аспекты ведь позитивные она несет его жизнь гармонию жертвуя своими какими-то вещами да она несет его жизнь гармонию как только она уйдет из его жизни она про вернее ну ему опять придется сталкиваться вот с этим своим вот этим сложно с этой сложной конфигурации да опять ему придется вот разрываться между очереди умным и красивым до семья или любовь ну и вообще у него все очень сложно она приносит в его жизнь гармонию но жертвуя тем самым своими какими-то интересами и в общем то у у них ну очень даже хорошо как она его дополняет она ему дает энергию смотрите какая классная это какое классное соединение его луна с его с ее нептуном то есть она его обогащает духовно душевно да ее солнце с его юпитером получается здесь она ну как можно сказать жертвует своими интересами здесь он свои интересы общественные ну или какие то вот что он добывает да он как он и добывает благодаря тому что у него в жизни вот это солнышко да она его вдохновляет на подвиге в общем то тут такая очень сложная комбинация и она как сказать вот если вы чувствуете что вы уже прошли этот урок до что вы уже поняли то да может быть вам и стоит выйти из этих отношений но здесь вот как раз вопрос про то что ну вот с черной луной вы по прошлой жизни видимо чем-то задолжали ему и вот сейчас в этой жизни приходится ну вот так таким образом видимо отрабатывать я не знаю как это все но тут еще надо глубже прорабатывать просматривать потому что я посмотрела чисто показ на космограмме глубоко не стала копать но вот то что я вижу я как бы сказала и как даже не знаю что вам сказать вот рекомендации точно не дам потому что это это вам решать да насколько вы готовы да но находясь с этим человеком вы очень сильно растете духовно душевно и отдавая ему энергию вы это как раз для вас такая ступенька вверх то есть получается что не просто так и и смотрите он же вас любит безусловно да вот вы для него просто свет в оконце он для вас ну он для вас скорее урок но опять таки рядом с ним вы становитесь очень самодостаточной смотрите у вас душевное побуждение пятерка и жизненный путь пятерка то есть вот это вот как раз признак самодостаточности когда вот эти цифры они совпадают человек хочет да и человек является и ну является и это его задача да вот здесь прям ну как сказать и много хорошего и есть что-то плохое с чем придется как-то вам работать и как только вот если вы без негатива сможете принять вот этот вот эту зацепку за его черную луну да то есть вот этот авторитет который вы ему безусловно отдаете как воспитаете может в нем как-то что-то чтобы это можно было уважать или примите примите то что вы видимо задолжали в прошлой жизни и и вот так вот не знаю сложно сказать ну как бы вот такая история да довольно сложно и подводя итог хочу сказать лучший учитель это жизнь учит хорошо наберет год дорого вот вот здесь как раз тот пример когда вот получается что вот таким образом нам дают определенные испытания да боже мы уже 25 минут а я только два примера разобрала возможно придется разложить это на несколько занятий надо знать следующее следующее у нас алиса значит и алиса мне написала что она не селезнева а селезнева на что я естественно знаете мне как быку красная тряпка мне надо было поставить и селезневу конечно в документах это намного удобней и так далее но я же поставила и селезневу и посмотрите что я увидела ну во первых жизненный путь 13 до сама себе рисую сложности и сама их доблестно преодолеваю это как раз вот из этой же серии что вы как раз вот обозначили что селезнева точно через е ну вот видите это еще один пунктик вашу 13 то есть можно проще жить вот у вас было в вашем случае можно было бы проще жить да но вы как вот этим как бы не в принципе вы не добавили себе кармических каких-то задач да все все замечательно и здорово но обратите внимание что если вы через ее пишите то у вас экспрессия 22 а это уже мастер число и не простое мастер число это число мага это число человека который может сам себе выстраивать жизнь и ну как бы здесь уже как бы намного интереснее до становится согласитесь но ладно здесь вы выбор сделали ладно бог с ним идем дальше вот первый муж с которым вы развелись получается что у нас тут так 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 я я уже просто не помню что тут надо было сказать так ну что могу сказать тут вот вы знаете все таки ваш первый муж вас влюбился как в селезневу должна вам сказать вот как бы вы не отнекивались от этого всего но вибрации селезневой вас присутствуют и посмотрите его душевное побуждение 11 а здесь экспрессия 22 то есть мастер числа они как раз притягиваются он и искал такую королеву и нашел ее в вашем лице что касается вас то вы ну наверное больше себя в этих отношениях любили ну как бы а нет стоп 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 извините вы как раз вот под фамилии селезнева в нем нашли вот эту девяточку видите вот ваше душевное побуждение девяточка у него экспрессия девяточка то есть вы встретились все замечательно а уже когда вы стали комаровой у вас у вас пропало пропало это к нему влечение да с одной стороны да вы как брат и сестра вот вот из той серии мы должны быть чем-то похожи чтобы понимать друг друга да и чем-то отличаться чтобы любить вот в данном случае вы просто как два сапога пара два трудоголика встретились да и поняли вау это же круто еще один такой же трудоголик будет рядом и даже сколько мы всего можем сделать вместе и вот вот вы у вас у обоих жизненный путь 13 видимо в прошлой жизни вы не доработали в этой жизни вы решили вместе работать да ну вот как так вместе быть вот такими прям стахановцами да значит а все-таки что касается душевного побуждения то когда вы взяли его фамилию вот прошло прошло вот это вот влечение вот то как раз о чем я и говорила когда вроде бы ты чувствуешь любовь к человеку до того как выходишь за него замуж а потом бах и чары расходятся чары пропадают да вы похожи да вы на одной волне но тут еще нужно чтобы вы друг в друге находили какие-то плюсы да а здесь вот это ушло к сожалению но и получается что с вашей стороны к сожалению это пропало с его стороны так как это все-таки ваша базовая комплектация и селезнева и селезнева с его стороны может быть и чуть дольше сохранилась вот это вот влечение к вам но тем не менее с его стороны тоже чары могли развеяться и как бы ну вот поэтому вы и развелись теперь следующие ваши отношения которые у вас еще не оформлены и обратите внимание что вы в этих отношениях приобретаете да вы становитесь более самодостаточны в плане вашего трудоголизма да если раньше может быть вам казалось что вы слишком много работаете да может иногда надо отдыхать то здесь уже пошло такое а нет я не буду меньше работать я буду еще я еще окружу себя такими же сумасшедшими как и я я буду в таких же влюбляться но и как вы видите у него этого нет к сожалению да и с его стороны тоже видите у него восьмерочка а у вас восьмерок нету и давайте посмотрим если они здесь и здесь к сожалению тоже восьмерок нет то есть вот эти отношения они ну как вы можете их сделать да эти отношения сейчас мы дальше копнем чуть дальше чуть глубже я вам просто подскажу некоторые хитрости да вот с помощью натальной карты как эти отношения сохранить ну вот как и и вам это будет в тему потому что вы же трудоголик вам хочется больше работать да ну вот удовольствие это не для 13 для 13 это создавать себе сложности доблестно их преодолевать вот здесь как раз и вот будет еще одна сложность которую вы будете преодолевать до тех пор пока вам это не надоест а да сейчас мы посмотрим ваш вот по натальной карте что-то я хотела умная с кода смотрите он сам по себе очень самодостаточен он в принципе хорошо зарабатывает я думаю потому что душевное побуждение 8 жизненный путь 8 число предпринимателя в социуме хорошо как он себя позиционирует умеет общаться самостоятельностью тут либо такой знаете мужик до кулаком по столу либо наоборот вот он может мягеньким каким-то казаться ну в общем здесь человек сам по себе неплох да неплох но другой вопрос насколько вы подходите друг другу сейчас я себя еще немножко уберу ну и по нему я буквально пару рекомендаций дам как его ну вот вам удерживать до алиса значит первое венера и марс у него в весах значит так подождите внутри алиса а снаружи он вот весы и вот венера и марс а значит что это о чем это говорит если венера в весах он такой очень дипломатичный мягкий и ну вот с ним но такой эстет ему нужно создавать красоту вокруг если но вот вас должна быть знаете все гармонично чтобы вы вот прям гармонию собой несли да вот вот это венерианская вся энергия она должна вас присутствует чтобы он в вас был влюблен а дальше марс марс у него тоже в весах и здесь как раз вот не очень хорошее положение для марса потому что она дает такое ну как как мужчина он себя проявляет довольно мягко мягковат он такой нежный податливый вот если вам такое нравится дата я не буду тут уже углубляться по вам просто вот для него ну как сказать потом может иногда быть мягковатым для мужчины вот это вот вас может немного отталкивать но опять-таки принимайте это как должное да и самое главное где он перезагружается а это где находится его луна и как в предыдущем случае у нас луна опять находится в скорпионе вот это такой граф монте-кристо вам надо быть всегда для него немножко загадкой держать дистанцию то есть чтобы ему всегда вас не хватало чтобы он вас разгадывал какие-то такие ребусы про вас вот вот это вот все загадочное вот вот это вот все это как раз для него ну и в этом случае тогда он будет вас разгадывать будет вас искать он будет а вы тем сам вы тем временем вот вам мало работы до мало мало то там чего делать да в жизни вы вот создавайте какие-то интересные ситуации чтобы он там разгадывал придумывал копался в этом всем да и вот и давайте ему какое-то расстояние чтобы он перезагружался вот он в одиночестве ему надо в себе разбираться да вот вот как то так не давите на него не давите иначе уйдет такой персонаж да так 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 на чем мы остановились так где вот на этом да значит по алисе понятно следующее у нас марина но знаете плохих ну или сложностей не хочется хочется вот марина написала что они 10 лет уже вместе я решила посмотреть за счет чего они вместе и ну вот и тут сразу же на поверхности я все увидела по нумерологии мы видим что мужчина очень хорошо проработан ни одной кармической истории но кстати вот знаете тем у кого много кармических таких цифр знаете я должна сказать что это вот как вот когда я встречаю людей с отсутствием кармических задач а часто получается так что человеку довольно скучно живется вот но это мое конечно субъективное мнение у меня много кармических таких этих вещей да у меня там все сложно поэтому мне почему-то кажется но это опять-таки мое восприятие но когда у человека нет ничего с чем надо работать но мне как-то становится скучновато кстати напишите свое мнение я может быть слишком субъективно в данном вопросе да кто может быть там разбирал вот такое как правило кто у меня внедряется вот в эти курсы до которые мини курсы вы там начинаете что-то писать и там разбирать всю свою семью все свое окружение и это много находок таких я иногда почитываю да очень интересно и вот скажите исходя из вашего опыта вот отсутствие кармических каких-то вопрос задач она делает ли жизнь скучной и или я просто себя убеждаю чтобы чтобы не расстраиваться вот ваше мнение скажите вот я для отчета ну по крайней мере сейчас вот я не вижу никакой кармической проблемы до у этого человека и и я думаю что у него слишком все как бы как сказать все слишком хорошо вот слишком хорошо чтобы но ни с чем не не надо никаких витриных мельниц покорять там и так далее да ничего не надо завоевывать и в общем то ну это как небольшое отступление попыталась да так вот перед нами человек вот мужчина до мужчина с мастер числом жизненного пути то есть он изначально он на ступень выше он не участник да вот того что происходит он тот который сверху видит все хорошо да и он точечно может действовать да вот вот эта сверхспособность у него присутствует это очень хорошо но опять-таки немножко все-таки ложку дегтя добавлю бывают у меня часто такие примеры когда у человека опять-таки вот жизненный путь мастер число да и его нас у него настолько много информации что ему становится может быть как-то скучно от того что он уже заранее все знает и часто вот его заносит в какие-то дебри там алкоголизм или еще куда но это уж совсем читая не туда пошла да в этом случае это не про это я просто сейчас вспомнила адам но в общем здесь все нормально человек полная чаша да все у него есть все в порядке все все замечательно давайте посмотрим марина а у марина как раз видимо в прошлой жизни опять-таки ленилась мариночка и в этой жизни ей дан жизненный путь от которого как вы знаете никуда не уйдешь до жизненный путь и день рождения это те цифры если туда попадает мастер чего это кармическая цифра то к сожалению с этим приходится как-то жить да и от этого никуда не денешься меня не меняй фамилию все равно это твоя карма до которую надо отрабатывать и в данном случае конечно вот этот трудоголизм или наоборот может быть в лень вас за мной ну вот какие-то такие вещи с трудом связаны они в вашей жизни всегда присутствуют это ну вот у меня тоже есть 13 как раз дни рождения и я знаю что я вообще не умею отдыхать я я вечно даже отдыхая нет сейчас я уже в принципе научилась отключаться да но вот я даже отдыхая очень долго и почти всю жизнь отдыхая думаю о том что я там буду делать да ключу я там сейчас запустить должна там еще учета ну то есть вот какие-то в вечном мысли в голове что надо надо работать да вот а если день отдохнул то это все невозможно сейчас меня кажется заносит в другую крайность это лень ну потому что тут везде как бы все солнышко море все все замечательно да слишком хорошо да но тем не менее вот цифры 13 это трудоголизм да то есть мариночка вам с этим жить она смотрите вот здесь у нас по вашей базовой комплектации получается что есть мастер число вот это самостоятельностью экспрессия до 19 и душевное побуждение смотрите вот вы по базовой комплектации когда встретили этого человека вы поняли что это мужчина вашей мечты вот помните как секс большом городе на вот и вот мужчина моей мечты вот вот это как раз то что вам надо понимаете вы вы увидели и вы очаровались и да и что касается его у него душевное побуждение 6 а у вас вот вроде бы в этих показателях нет шестерки да вот это вот манипулятивность такое все но смотрите во первых у вас есть мастер число которое можно подстроить под то что клиенту надо да как говорится то есть если есть мастер число то считать что у вас любая цифра есть вы можете вибрировать так как от вас ожидают это первое второе в глубине есть шестерка число разума то есть вы мыслите как шестерка и это ну видимо вы стали общаться и он у вас вот этот образ мышления он считал и ему понравилось и смотрите дальше берете вы его фамилию и пропадает с вашей стороны нет вот этой вот прям вау мужчина моей мечты но как-то мужчина до интересный до классный до привыкла до хорошие классные вообще замечательный но как бы вот вот этого вау эффекта уже теперь нет все более обыденно а и с его стороны получается что вы хоть и взяли его фамилию все равно число разума осталось шестерка то есть вы продолжаете мыслить как шестерка и ему это нравится да а что касается вот в вашем случае для того чтобы поддерживать ваши отношения ну я думаю вы раз так как вы 10 лет уже вместе я думаю что вы подстроились периодически может быть вам нужно как-то чувствовать себя вот с этой девичьей фамилией ну немножечко так вот вспоминать себя вспоминать себя то время когда вы носили вот эту фамилию и тем самым но вот какие-то привычки может быть вспоминать и восстанавливать да вот и тем самым вы станете будете как своем сердце до вспоминать вот это чувство к вашему мужчине когда вы его встретили вот этот вау эффект вот вам вам это для поддержания ваших отношений с вашей стороны вам это желательно делать если вдруг там пропадет какое-то ну вот да ну чуть чуть по другому вы сейчас его воспринимаете нет вот этого вау эффекта для вау эффекта вам просто надо вернуться в то состояние с девичьей фамилии и будет вам счастье надо но здесь приятный такой пример да когда 10 лет вместе и все замечательно и все здорово теперь сложный пример значит сложный пример наталья у нас но что могу сказать у наталья изначально получается жизненный путь так подождите 1 багурина сейчас секундочку так это у нас багурина 1 тут я прям на наложила много этих разных вариантов да смотрите вот базовая комплектация да смотрите экспрессия 11 день рождения 11 мастер чит целых два мастер числа это классно это здорово это человек который действительно много чего может много вот знаете вот этот человек который может быть в потоке да вот в потоке ей не обязательно даже думать она живет сердцем и это здорово и кстати по письму я я не буду сейчас зачитывать она довольно личная да я поняла что вы живете сердцем вы живете и дальше продолжайте интуитивно интуитивно да интуитивно там довольно сложная ситуация когда она сейчас с двумя детьми и мужа посадили к сожалению и проблемы там еще в общем много проблем навалилось но знаете невзирая на это вот я чуть почувствовала по вашему письму что вы не отчаиваетесь и правильно делаете потому что ваши мастер числа вас выведут да то есть вот вы по базовой комплектации но можно сказать сверхчеловек да но если бы возможно это так ну как обозначать да но у вас есть вот это вот волшебная палочка которой вы можете тучи разводить да ну нужно ли вам это но тем не менее у вас это есть вас есть эти сверхспособности но смотрите какая ситуация жизненный путь все-таки у вас кармический то есть по самостоятельности вам надо проходить уроки и вот это как раз и есть ваша . вот как слабое звено получается что либо вы слишком доверяете либо вы наоборот берете на себя слишком много либо ну то есть вот вот эти вот проблемы с самостоятельностью вы пересмотрите я думаю что вы уже с нами да по курсу совместимость вот по цифре 19 там я более подробно все рассказываю да значит цифра 19 это конечно же прохождение кармического пути и вы его извините за такое вот прям ну вот проходите что называется по полной программе значит что у вас дальше по фамилиям давайте пройдемся значит первая фамилия базовая комплектация замечательная потом вы берете фамилию также секундочку вот сафронова сафронова здесь в общем то никаких кармических проблем но как бы немножечко на шаг назад да получается его даже как бы смотреть не будем потому что это в прошлом но здесь нет кармических никаких задач и в общем то давайте я его лучше удалю чтоб не мешалась вот эта фамилия да да она неплохая но и не особо хорошая она вам ничего не дала но немножечко вас отбросила на пол шага назад потому что здесь у вас 2 к 2 2 мастер числа здесь только одно осталось до соответственно так сейчас лет чтобы не тратить на это место теперь давайте смотреть что касается он что касается вашего нынешнего мужчины с которым вы сейчас в отношениях как у которого сейчас проблемы да и что он вам дал со своей фамилией а вы очень правильно делаете что оставляете свою фамилию вот оставляйте свою фамилию и это вам дает много сил потому что как только вы берете фамилию а подождите он это он получается яковлев богорин задирака так 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 значит смотрите вот его видимо да все я поняла его фамилия задирака сейчас да и здесь у нас как бы нет ничего такого сверх способности каких-то сложностей да вот у него троечка там все ну как бы такой вообще он сам по себе очень легкий в общении человек троечки это вечные дети да вот такой вот он много троек но он видимо по доброте получается вот у него получилось все просто очень добрый человек вот это что я вижу по характеристикам да он такой как как ребенок да такой может наивный в чем-то вот это вот его видимо изгубило но смотрите я для того чтобы тоже вот вам показать саму проблему в чем она заключается вот он еще фамилию хочет взять вашу например да ну вот у вас вопрос встал чтобы его фамилию поменять вот вы хотите остаться в этой фамилии и это здорово интуитивно я вас поздравляю вы выбрали лучший вариант что касается его когда он возьмет вашу фамилию у него появится кармическая до история ему не очень хорошо брать эту фамилию ему все таки лучше вот в этой в предыдущей фамилии оставаться но самая главная опасность которая видимо ну как-то подсознательно я не знаю каким образом получилось да ну видимо какие-то у него отношения с матерью вы упомянули что фамилия его матери яковлева да и он хочет взять фамилию яковлев и вот в этом вот можно сказать что ну что такое взять фамилию это значит что взять карму рода и вот эта карма рода на вашу семью видимо влияет очень плохо возможно что в предыдущей как сказать возможно что он очень сильно любит или любил свою маму да и возможно она его воспитывала одна потому что там вот такие сложности с фамилиями ну почему он именно материну фамилию хочет взять вот видимо настолько он ей признателен в чем-то или что-то такое происходит да что он как бы чувствует долг взять и нести вот эту ношу до ношу а это ноша ему к сожалению вот то что вы сказали он сейчас сидит да вот она как раз как проявляется понимаете вот с фамилией яковлев вот он видимо на ну вот документально он не яковлев но на уровне сознания на уровне бессознательного он как раз несет эту карму и у него вот так вот это проигрывается посмотрите как на вас это проигрывается когда вы в отношениях с этим человеком да у вас появляется сразу вот две дополнительных кармических истории да у вас усиливается ваша кармическая вот эта самостоятельность самодостаточность получается вы сейчас двумя маленькими детьми вот эти все сложности да все сложности вываливаются на вас да вы вы просто вообще ну вот эта карма не только на него сейчас влияет но и на вас еще больше понимаете и вот здесь еще 16 про отношения получается вы как бы любите мужчину а он вам не помогает никак он не может вам помочь вот это вот все вот эти все сложности они как раз вот судя по всему вот от этой фамилии идут поэтому ему не нужно брать эту фамилию ему нужно взять вот ту фамилию с которой он сейчас да вот и вам тоже не надо менять фамилию получается что ваша фамилия девичья она идеально для вас но не для него потому что если он берет вашу фамилию то он тут проблемы с трудоголизмом будут давно много будет будет работать да но в принципе это даже не так страшно как вот фамилия яковлев для него получается что а вот когда он за дирака как сказать это в видимо фамилия его отца да и отец видимо с ним не жил но он дал ему свою фамилию и это очень такой классный жест классная помощь со стороны судьбы до судьба как бы не дает вот этого человека да ну дает возможность выбрать эту карму выбрать вот этот путь видимо у отца карма семьи полегче ну по крайней мере в отношении него и вот эту ношу было бы легче нести нежели ношу матери у матери видимо там очень сложно все в роду и поэтому вот такие такая ситуация довольно неприятная ну вот как бы здесь надеюсь что я не запутала вас еще сильней надеюсь что вы поняли да но там еще надо смотреть конечно по наталу я уж не буду так глубоко закапываться но вот вот здесь вот на поверхности видно что фамилию якоблев вот просто нет нет ни в коем случае она несет всем вам одни неприятности поэтому вот бегите от этой фамилии это ну как бы тут я даже стараюсь всегда не склонять никого в какую-то сторону но в данном случае вот это прямо очевидно настолько что лучше как бы взять для себя эту ответственность да и вам об этом сказать да значит следующий пример так не знаю даже следующий пример наверное я сделаю еще один сейчас уже 54 минуты давайте я еще одно видео запишу потому что у меня еще несколько примеров это будет больше так 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 хотя 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 в принципе быстренько пробежаться если так давайте быстренько я пробегусь все таки не хочу растягивать это надолго значит вот софия и даниил 2002 года рождения молодые люди и там в письме она написала что отношения были довольно сложные и тут значит что и эти отношения закончились и я когда вбила натальную карту я поняла все как все стало понятно все встала на свои места вот она ее карта внутри а его снаружи как вы видите тут космограмма я не стала заморачиваться очень с домами потому что в данном разборе так как много примеров я не могу заострять внимание на каждом настолько глубоко значит смотрите что произошло в момент встречи его лилит вот он снаружи вот его лилит в соединение с ее луной ну рядышком с его луной с ее луной то есть она его увидела и просто вы знаете залипла на него вот вот такая любовь с первого взгляда вот вот это дам люди ребята молодые совсем и ну вот просто вот она его увидела и вау почему этот эффект вау происходит когда лилит в включается в синастрию это значит что в прошлой жизни вы что-то не дадали друг другу вы встречались и что-то не дадали и в этой жизни планета которая будет соединение там еще или еще в какой-то ну вот как-то соединиться с какой-то из ваших планет это значит что вы этой планетой будете донором вы будете отдавать много энергии в данном случае вот просто она софья увидела его и сразу эмоции потекли к нему такой полноводной речкой да вот она просто эмоции стала ему дарить давать вообще сильнейшая эмоциональная связь это и знаете это но если речь идет о сексе да ну ребята молодые совсем но если секс то это просто знаете вот это с эмоциональной вот этой вот составляющей да когда ты вот прям чувствуешь вот это на уровне но это фантастика ада а значит а его его лилит а еще и в квадрате с ее юпитером то есть она в нем видит авторитета это мужчина ее мечты да это мужчина который вот просто эта звезда это это вот то что ей хочется видеть в мужчине да вообще в принципе дальше ее лилит тоже не остался в долгу и тоже соединился с его этим сатурном а то есть она для него авторитет получается что ну вот она как бы как она его немного остужа собирает в кучу да вот сатурн это планета упорядоченного не да вот и получается они встретились и вот прям он в ней увидел я не знаю вот то то к чему можно прислониться то кого он будет вот считать просто идолом да вот и дал правильности всего самого такого вот всех постулатов да вот всего-всего что может быть всех ценностей какие есть вот это вот она да и он стал вот прям стараться быть вот идеальным для нее она его там строит ну то есть получается вот они друг друга встретили и они друг в друге увидели вот эти вот долги из прошлой жизни ну вот я думаю что это прям первая любовь потому что часто бывает так что первая любовь она как раз по лилиту как раз по прошлым воплощением два человека который не доработали в предыдущем они такие бах встретились а вот я тебе это это должна вывод и должочки пошли раздавать ну то есть вот прям связь моментальная моментальная фантастическая классная связь да ну что дальше происходит ее марс так на людей и марс вот он ее марс в квадрате с нептуном то есть он начал ей брать то есть она такая вся правильно да и рано или поздно энергия планета заканчивается понимаете вот в чем еще проблема соединение с ли derechos да это вот прям залипания моментально но как-то люди сближаются и энергия от планеты заканчивается то есть планета становится донором для лилит а или ты так как черная дыра и вот когда энергия заканчивается с ее стороны заканчивается энергия эмоций до луны вот этой вот энергия юпитера это вот социум да вот то как она в социуме себя показывает ну то есть вот это все под заканчивается успех и и а он это все вам перед вам перед до с его подождите я уже запуталась ну то есть вот вот это вот все как бы заканчивается и тут начинается до начинается он начинает ей врать прям врет по полной программе потому что нептун это фантазии это все такое да с ее стороны марса это активность да значит как получается он ее считает грубой она-то на его вранье начинает как грубость проявлять и дальше еще ее солнце с юпитером так в тригоне а но это про хорошее да то есть получается ее солнце с юпитером вот это вот зелененькое соединение получается это хорошее соединение то есть как он великодушен на первом этапе да вот он прям ну тут все есть вот вот видите такие прям страстные отношения как бы он для нее идеален да и тут он начинает ей врать он начинает она проявляет грубость и вот на этой почве они расстаются на самом деле они расстаются потому что либо они проработали вот эти вот свои соединения да то есть дали недостающую энергию друг другу и разошлись либо что либо просто надо идти дальше потому что вот эти вот отношения они изматывают они очень сильно измотали друг друга и разошлись вот такая вот история поэтому да для длительных отношений это не подходит но для вот такой проработки хороший я надеюсь что все таки вы расстались потому что оба вынесли какие-то уроки да и для себя и дальше пошли уже строить более гармоничные отношения потому что вот если вы еще не проработали то вы можете встретить еще раз такое же да то есть получается что ну тут тут наверное больше про ваши вот именно ваши ну вот вы должны были встретиться вы встретились прошли и дальше будет вам счастье я надеюсь да ну и последний примерно сегодня так что у нас так 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 дарья дарья значит а здесь у нас очень гармоничная пара она внутри он снаружи дарья и глеб значит дарья 25 0 5 глеб 30 0 6 это что вы узнали друг друга что вы узнали что я ну вот если вы смотрите да а значит что здесь могу сказать кармически встретились тоже смотрите тут что у нас так 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 и и и его марс с лилит тригон так 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 где с каким лилит у нас тригон так тут нет этих картинок так 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 сейчас марс найти марс вот марс а вот марс его и марс ее смотрите получается его марс с ее лилит ее марс с его лилит смотрите как интересно это как знаете к этому я сейчас подойду потому что тут надо сначала про то какая у них связь то есть они встретились не просто так так значит его марс и солнце в квадрате я сейчас просто зачитаю то что я подготовила то мы уже больше часа а значит его марс и солнце в квадрате он может быть довольно грубым под настроение агрессивным да вот периодически нападать на нее до агрессию проявлять немного его юпитер с сатурном с ее сатурном в тригоне он расширяется в социум она больше структурирует они как команда да вот это вот позитивные такие аспекты но вот это вот негативный один вот этот вот да то есть его немножко может он агрессировать да он может быть немножко грубоватым но вот позитивного здесь в этой паре больше да как вы видите и значит его юпитер с ее сатурном тригон дальше ну то есть они хорошая команда и самое главное вот вот это вот его агрессивная вот эта штука вот вот эти аспекты марсов с лилит говорят о том что у них потрясающий примеряющий секс то есть получается что вот он периодически я думаю что может быть уже даже специально делает вот какие-то агрессивные выпады в ее сторону до для того чтобы вот добавить перчинки в отношениях а дальше мы значит что касается вот как с ним надо себя вести у него венера в тельце вот она почти телец она чуть-чуть ранний такой близнец поэтому ей это понятно вообще когда ранний какой-то знак он очень много берет от того знака с которым соприкасается и вот в данном случае она может это ему показывать ей это будет довольно гармонично значит что ему нужно чтобы дом была полная чаша женщина должна быть надежная хозяйственная такая вот прям чтобы невзирая на то что он там периодически у него вот эти вот перепады настроения чтобы она всегда его вот так вот как-то обволакивала этим уютом вот это вот очень важно вот он в такую женщину влюбиться да вот ему важно чтобы женщина была домашняя надежная стабильная земная такая хоть она и не совсем такая она все-таки близнец но вот в этом плане она может под ну немножечко подыгрывать да вот под тельца дальше луна у него скорпионе опять вот просто вы знаете вот получается все примеры которые мы сегодня мужчин разбирали почти по моему все да все вот луна скорпионе это граф монте-кристо надо быть загадкой для него держать дистанцию ну то есть периодически ей надо ему давать спокойствие до либо отпускать на рыбалку даже что-то такое либо дать ему отдельную комнату сиди дорогой и не только не не нервничай а дальше у него марс в деве все просчитывает план есть на все и даже я я думаю что этот примеряющий секс у вас тоже по расписанию надеюсь что меня не заблокируют за такие крамольные слова да ну вот вот примерно все что я хотела по вам сказать остались еще примеры все к сожалению я не смогла разобрать но ну что поделать вот и так мы уже больше часа значит что если вам интересно разобраться в вашей паре приглашаю вас к себе на консультацию под видео вы найдете все ссылочки значит у меня сейчас стоимость я делала акцию такую стоимость консультации 9500 поэтому велкам да под видео там все ссылки если хотите сами в этом разбираться вот нумерология она же совместимость под видео есть что касается натальной карты то я к сожалению пока не берусь за обучение натальным картам я сама в этом пока еще разбираюсь но вот то что я нахожу это просто про знаете находки настолько интересно наблюдать за тем что я вижу я не стала включать формулу души хотя наверно зря может быть я еще продолжу эти разборы вы мне прислали много вообще много писем от вас поэтому может быть я еще на тех письмах которые остались еще по формуле души пройдемся я просто вот по этим примером даже даже на поверхности где-то там по натальной карте но в принципе я думаю что мы все поняли да а значит кто кого кого разобрали напишите обратную связь дайте мне так что тут у нас еще тут еще что-то но нет я уже не буду это разбирать так 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 нет уже все я не я не в силах да если хотите продолжение этих разборов то напишите в комментариях поставьте там лайк я не знаю вот как то так и продвигайте это видео чтобы я видела что много просмотров и тогда возможно я продолжу те примеры которые вы прислали разбирать но через какое-то время потому что все таки канал у нас больше про разборы не вербалики да но в общем если хотите не дожидаться пожалуйста вот приходите на консультацию разберемся всем там так много инструментов там вообще вот я даже не не все использовала сейчас но вы видите что все очень видно прозрачно и понятно да спасибо вам за внимание люблю вас всех очень сильно оставайтесь со мной не забывайте лайк этому видео не забывайте подписаться если вы случайно зашли да пока пока